Продолжение следует... Мой доклад посвящен межполушарной асимметрии, но не просто межполушарной асимметрии, использовали ЭГЭ, соответственно, немножко нестандартный метод амплитудно-амплитудной взаимодействия ритма. Но я не буду останавливаться на проблеме межполушарной асимметрии, потому как кто работает, тот знает, а кто не работает, тому не очень интересно. Но скажу только одну простую вещь, что асимметрия все-таки исходного очень долго изучалась при различных видах деятельности человека. И что очень важно было, потом отказались от понятия доминантного и недоминантного полушария и перешли просто к понятию того, что существует определенная активность в конкретном полушарии или в конкретной области, или в конкретной подкорковой какой-то системе, которая отвечает за ту или иную деятельность. Как следствие продолжения этого было показано то, что, то есть заинтересовало то, что, как асимметрия проявляется во сне. Долгое время, в общем-то, что-то получали, но тем не менее таких ярко выраженных результатов не было. Но интересный толчок дало исследование на животных, которые показали то, что животные могут спать одним полушарием. Соответственно, захотелось посмотреть, а что же у людей такого. Но, конечно, у людей асимметрия бывает. Вот японцы показали, что она более локально ограничена. Но почему мы остановились, собственно говоря, на пробуждении? Если посмотреть цикл, так сказать, суточный цикл человека, это бодрствование, сон. Но есть два забавных момента переходных. Это засыпание и пробуждение. Мы, в частности, остановились на пробуждении. Чем, с моей точки зрения, интересно пробуждение, ну или засыпание? Дело в том, что если отталкиваться от того понятия, что во сне вроде бы как сознания нет, то, соответственно, в деятельности оно есть. И что же происходит вот в этот момент, в какие-то вот секунды, когда человек пробуждается? Что там может быть? Возможно, это оно как бы и может быть в определенной мере моделью изучения сознания. Но это, конечно, очень громко сказано, но тем не менее, как вариант. Итак, перейдем к цели нашего исследования. Это изучение межполушарной асимметрии Г здорового человека при пробуждении второй стадии дневного сна при выполнении монотонной деятельности. Задача исследования амплитудно-амплитудного, соответственно, кроксферика, инсекалплян, ритмфега в левом правом полушарии во время когнитивного победенческого пробуждения при выполнении психомоторного теста. Извините. Нами была... схема эксперимента была простая. То есть, так называемый психомоторный тест, разработанный Дороховым, который заключался в следующем. В данном исследовании мы использовали то, что человек должен 10 раз нажать на кнопку одной рукой, 10 раз считать про себя, не нажимая на кнопку, и так в цикле. То есть, тем самым формировалась монотонная деятельность, во время которой испытуемый засыпал. Но поскольку была инструкция специально оговаривать, ежели заснул, то проснуться, когда проснулся, продолжить нажимать на кнопку, то есть работать. Вот. Далее. Есть такая Урсула Вос, которая очень интересна. К этому можно относиться по-разному, но тем не менее. Она процесс пробуждения разведела на две части. Пробуждение когнитивное и поведенческое. Что такое когнитивное пробуждение? Вот вы проснулись и еще как бы уже воспринимаете окружающий мир, но реакцию вовне вы выдать не можете еще, что называется ни рукой, ни ногой, говоря просто-народно. А поведенческое пробуждение, когда человек уже адекватно реагирует или движением, или там словесно, вербально на превходящие стимулы. Что мы делали? Параллельно мы регистрировали от 17 электродов ЭЭГ. Далее мы для анализа ЭЭГ использовали ВЭВЛЕТ преобразование на основе материнского комплекса Марли ВЭВЛЕТа. А мерой взаимодействия ритмов служил коэффициент корреляции Кэндала. Как выглядит на энцефалограмме пробуждение когнитивное и поведенческое? В принципе можно было это и не использовать, но сказать, что вот, там видите, так, минуточку, кнопочка, вот, вот этот момент, вот, пошли нажатия на кнопку. Это миограмма, а это вот человек нажимает на кнопку, и вот он уже очевидно проснулся. Что было до этого? Это вторая стадия сна, так называемые К-комплексы, но это уже не важно. И мы, собственно говоря, что брали? Мы брали 20 секунд перед пробуждением, и, соответственно, вот здесь мы вот что сделали. Поскольку он нажимал одной рукой, мы посчитали, что это как бы, ну, не то чтобы некорректно, не очень интересно смотреть, что там в голове при нажатии одной рукой. Впоследствии у нас модифицировался тест, и уже шли его нажать обеими руками. Вот, а дальше вот здесь был кусок 10 секунд, когда человек считал про себя, как бы, это не было четкой привязки к одному полушариям. Так, и вот что, собственно, мы получили. Мы смотрели как сходные связи в полушариях, так и асимметричные. Исходные связи в полушариях, они, вот посмотрите, что забавно, их довольно много, но если вы обратите внимание, перед моментом пробуждения здесь, значит, 15-20, грубо говоря, там, ну и так далее, по мере приближения до момента нажатия, чтобы не заморачиваться. Вот здесь больше всего связей сходных. Вот интересно, почему. А то, что касается асимметрии, обратите внимание, ну, как я и говорила, достаточно мало их связей, но, но, но при этом, как бы, мы видим с вами то, что вот большинство связей, они располагаются в левом полушарии почему-то. Так, и здесь уже, как сказать, содержательная часть этих связей. В обоих полушариях мозга выявлены связи дельта-тета, тета-альфа, альфа-бета, альфа-гамма и практически весь спектр. При этом асимметрия формируется за счет связи тета с альфа-2 бета-ритмами и альфа-2 с гамма в левом и дельта-тета в правом полушарии. Дальше, когда он уже проснулся и начал считать про себя, мы получили вот такую картинку. Это сходные связи в полушарик, вы видите, их довольно много, но при этом, о чем я говорила в самом начале, довольно интересно то, что вот асимметрия, она очень динамично получилась. Видите, вот связи спустились, как сказать, переместились в правое полушарие, хотя это как бы одни и те же испытуемые, и в одном и том же эксперименте мы видим вот такие изменения. Так, значит, асимметрия здесь формируется, значит, за счет дельта-альфа и тета-бета, чего не наблюдается в левом полушарии. И заключение, то есть мы базировались на том, что, в принципе, когда сами посмотрели, было интересно, а что это может значить, что это такое взаимодействие ритмов. И нашли как бы, ну, наши соотечественники, ой, извините, вот некто князев, но это уже не наши, соответственно, которые используют подобные вещи. Но дело в том, что вот это взаимодействие ритмов, оно, я не буду, как сказать, углубляться в эту тему времени, нет. Оно бывает амплитудно-амплитудное, то, что мы используем, фазово-амплитудное, фазово-фазовое. Иностранцы больше используют фазово-амплитудное, ну, а мы в силу своих возможностей идем пока на амплитудном-амплитудном. Так вот, что же, собственно говоря, в заключении хочу сказать, что с нашей точки зрения взаимодействие ритмов интересно по той причине, что ритмы, они фактически привязаны к определенным функционально-структурным образованиям мозга. И что, в принципе, оно может отражать совместную их какую-то деятельность. Но это, так сказать, наше предположение, которое в определенной мере согласуется с предположением данных авторов. Но их на самом деле много. Эти работы хорошо представлены, как бы, не у нас. Ну, благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое.